ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 не знать и не знают что это есть главное еда не знаю про включение этого же поняли что привитое дерево одно мягко говоря теряет ориентацию потому что по двое подвоем приводит ли вам она теряет ориентацию но бороться с этим тоже не надо но я долго ходил вокруг него ну последний рожай был там пол ведерка скажите да убирать его пол ведерка на самом году было 22 ведра ну и что я должен с ним бороться все это курица золотые яйца мне приносит так вот это еще раз еще раз обращаюсь видели в предыдущих семинар вебинар и так я вам книгу то ли дал почитать или подарить лысенко агробиология и там черный по белому написано что эти же я сам не знал что эти кости надо сушить на солнце пропить солнцем и у них на этом все показатели несколько раз увеличится вот получу урожай проверю но мне уже сколько можно так вот это вам передаю эту идею проверьте до конца не кому больше некому если я в год назад сказал об этом впервые заикнулся вот что вы думаете тут же все побежали проверять сушить на солнце сейчас ага некому больше это я пример приводил средняя полоса россии прекрасный садовод великолепный выражает великолепные плоды и таких искать надо что то есть в этом можете что то есть в этих сортах куда я знаю на что он привал и так далее найти его несколько слов записать в поисковике видео зимосойки сортов абрикоса до средней полосы еще узнаете ну кто ведь уже это надо поручать студентам вот сейчас поступят они осенью да вот тебе сотка или две в москве можно поменьше в сибири можно побольше вот и добывай саде выращивай не вырастешь в диплом не получишь хватит уже эти самые эти как это звать то устное предание превращать в диплом филиалы должны быть во всех областях то есть везде есть научные учреждения и везде вот этот парень найти его можно а почему нельзя вот же все данные да вот я не знаю он меня может не знать но если рядом средняя полоса если 100 500 или 300 километров находится научные учреждения должны идите поклонитесь заберите все что можно косточки черенки вот агротехнику все узнаете как он этого добился нам этот агроном сказал мы спрашивали нашего регионе россии не будет вот вам и средняя полоса я к вам обращаюсь однажды я познакомился с алексеем вот а он тут же посмотрел первые ролики мои может статьи и тот же в окрестностях нашел несколько уникальных деревьев то ли и сверен нашел черешня сорокинская то ли виноградов колитесь но сверен уже ничего не скажет он на том свете царство небесно алексеем виноградов молодой здоровый вот я пример привожу чесно сорокинская 40 лет веточку прислал кто не помню сверен или виноградов все равно спасибо живо это у меня дерево интересно что появится на вишню она вишню укрепляется и укрепляется и укрепляется это тоже интересное направление через и которая прожила в этом самом я скажу я скажу вот у меня память лисея извини сейчас это не саратов это все старею 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 короче говоря в средней полосе прожила 40 лет у нее большое будущее такие деревья надо искать находить он несколько нашел вот но если мы его не назначим директором филиалу я так вот я сегодня значит директором филиала это будет большая ошибка можете назначить его сразу директором этого самого научу учреждения а вдруг у него специальное образование этого не знаю вот я просто хочу сказать что мы выпускаем страшные возможности потому что через все которые двигают на север попутно калеча 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 и никогда они не доберутся до туда до куда уже мы дошли это тот же самый бодна вот это уральские на урале уже есть черешни вот но это вопреки того что брянске выпускает лидер это брянске а результаты в сибири на урале видите как бывает вот такой пример значит это все тоже я знаете как я нарезал веточек персика с него так и прошли позапрошли вебинаре сейчас у меня с руками оторвут эти веточки почему самое северное мире персик вот да хасанский да привит пожалуйста проверяйте я вам фильм показывал привит на китайскую сливу вот вылез давно полтора-два метра вылез выше ограды то есть на всеми на всех ветрах урожая вы видите что вам надо ничего не надо ни одной веточки у меня не купили вот а я вебинары провожу распинаюсь это ты интересная тема очень коротко очень почему потому что я сейчас у меня свисло крышу а виноват чернобаев он меня как мальчишку есть такое выражение сделал как мальчишку как обыкновенно он взял и мои веточки с темно-синий это темно-синий венгерки привил на абрикос бая он хоть и культурный но он все-таки старик он почти эндемик и вот этот эндемик испортил так этот что получились розовые венгерки продолговатая крупная сливы слаще вкуснее мягче чем родитель это чем вегетативный родитель то есть мы об саду взято вот и и я тогда взял в прошлом году позапрошлом сделал несколько прививок прошлом получил уже первый урожай я показывал единичный более вот и уже с красными пятнышками я не успокоился прошу году 20 прививок сделал в этом году я жду от них результат а в этом году я сделал 40 прививок и все это сливы венгерки все сливы венгерки и добавил еще сливы эти по секрету скажу еще десяток сделал трех сливы слива ника и сливы персиковая мичулина и все это наприкосы 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 но немножко до сливы вот снесло крышу я что вы это собой чернобаева не догоню не обгоню и я жду результаты особая у нас один раз получилось войне церковь не буду про белое говорить потому что упустили момент когда ветка была подходящая на ней росла это белая венгерка чисто белая вот так вот почему это показал перед вами глинативный гибрид как он называется они как он погиб и так я прививал сливы сувенир востока до абрикосы смотрите как менялись сливы видели заметно нет родителей но это уже были не жильцы я получил небольшой урожай прекрасное укропнение почти два раза я тут недавно посвятился на фотографии не искал найти вот почти два раза по плодам и потом смерть вот этот погиб вот вот это дольше всех продержался я хочу сказать что раз мы такие интеллектуалисты давайте теперь смотреть глубже и так как получилось что я сделал прививку получил 1 2 3 4 5 6 7 8 где-то 10 примерно веток эти ветки кроме центральных а может и все доедины выросли из клеток это самый настоящий химера вот тут я согласен вы меня припечатали в латинкова оскорбляли вы железом химера выращивать да вот она химера отличаются чем отличаются тем что сразу первый же год просыпаются все клетки а почему а потому что под мой то абрикос так и чтобы спастись у них другого не было другого как не было другого выхода как сразу идти в химеру то есть проснулись десяток клеток ряда сада подержи и получились семер да потом она погибла потом у меня также было с колоннами такая же форма колонн вместо одной как полагается но я тогда ничего в этом не понимал и так химера да можете дальше предпечатать вот тема вот этих вот я тоже нарезал черенков ни одного не купили а я в отдельный фильм даже снял это это как их назвать испорчено не то слово дело в том что совершенно изменился большинский абрикос ничего общего с ними имеет а как это получилось и он называл вот например вот так растут одна ветка привита вторая не привита обе уже вот такие вот я показывал неудобно повторять вот эти вот растут вот так и на одном вот такие плоды на другом такие на дом стали помельче она может все покрупнее интересно мне интересно вы скажете испортил крупный сорт испортил зато улучшил сорт манджурский улучшил теперь берем веточки и закрепляем а сейчас я на веточке не продал вот посмотрели идем дальше вот супер патриарх вы жесткий вот я решил так все же опять веточек продам и окажется еще кому-то надо ну все ребята поехали дальше вот этот особый разговор это дерево спил собственными руками собственно руками это был подвой это был прямой я не могу я про это говорить сейчас расстроюсь расстроить это я еще раз забыл стереть я показывал на прошлый раз не знаю что написано из косточки и железовские а иногда а может суть это судьба весь раз напомнить этим самым специалистам которые процитировали 90-летней давности цитату помните железа в смешанном саду из косточек выросли и дички а это ложь и мошенничество пак железов печать мошенник а у человека выросло вот это из моих костик причем у меня таких пример уже много ну привет я совершенно я собрался развить эту тему вот это почему не обязательно не обязательно из таких вот берем у меня получилось так то я правда несколько раз дал штучки 3 по моему это вызвал красноярске я не помню уже мне осталось их штучек 5 на 2 листья оказались крупная а 3 явно стопроцентные дички а сам то с академиков их но это уже не академик то больше академик так вот значит огромный плод крупнейшая косточка и у меня фотографию не догадался сделать четвертый год любое когда искусстве за целью заплодоносят явно два абсолютная дичка заметил со 100 граммового но этот не согрома это громко сказано это где-то 120 грамм а тут допустим получается что 3 средний и только один выглядит очень крупным то есть культурным лист культурный все показывал как подходил где кто помнит и вот все получается я это вы как свидетель моей совести теперь а вот это допустим амур так и вот этот амур он должен дать такие же плоды или мельче а вот может быть такие вот поняли чего у каждого дерева есть супруг или несколько супруга поняли к чему клоню каждая кусочка непредсказуемо когда косточка вот это вот это будущее чудо а у меня их не покупают понимаете учат несколько дней нет ни одного заказа а уже время того заканчивается учет пришло письмо вы мне пришите раскрывшиеся я отвечаю если я вам они уже у меня раскроются я выберу в них много я их выберу вам справлю вы получите уже переросшие вы их выбросите а тогда человек поправляется у меня тут все это есть в этом переписки в ватсапе а у меня может не поняли или хорошо тогда те которые накануне раскрытия а вот то что накануне раскрытия мы сейчас к этому подойдем эта тема уже близко всем а вот он среди вас все-таки есть романтики и что-то закажите то есть эти 20 процентов скидка теперь уже всем обещаю пора завязывать время поэтому всем 20 процентов скидку так ну мы это проходили вы поняли вегетативный гибрид но химера и смерть и это тоже смерть но для изучения пригодится теперь так как избавиться от этого берем веточку а а уже у меня на одном дереве были крупные огромные для слива даже огромные плоды до 100 граммов вот сладчайшие и тогда я этого не сделал это было так давно руки чесались а полностью раскрыть тему это надо в институте работать и получать зарплату а я в то время работал в двух садиках и получал полставки там и там по три тысячи рублей согласитесь что все охватить ему я погубил это не погубил погибло это и погибло это а если бы я взял бы веточку с новыми качествами так уже по второе поколение уже по не погибло вот голову нас еще не даю я бы сделал здесь привод 9 гарантирую давал бы это положение не случилось почему я это говорю это одно из важных направлений с химерами работать надо вот здесь надо было мне написать с химерами надо работать ладно проехали я фактически выговариваюсь видите обидно что супер потяж никого не нужен но это что же надо их зал эти качества вот эти качества их надо сохранить и это манчжурия наверняка у него морозостойкость сохранена и не во всех но у многих можно какой вывести него не с помощью опыления там-то понятно папа мама один морозостойкий другой культурный потом выросла не морозостойкий не культурный особо и морозостойкий и культурный я всегда привожу пример мичеринский а вот у меня когда я дружил со всем небесным с ученым из саратова искренняя дружба чернышов петрович вот он там не сказал занимайтесь пепель шафраном это самое ценное ну мол у меня же промышленность саду намечался 5 гектара взял он мне тут же сказал даем сотни веток пришел пепельная не надо у нас его полно а то думал сибирь а там пустыня а мы во многом уже их тогда опередили мы сарногорцы и тогда но совет я запомнил из урожайность обеспечена и очень вот зимние данную зимние сорта не всегда с кислинка это иначе он не был бы зимним но по качеству сока на первом месте среди российских сортов это его слова ученого агронома и саратовской станции садоводства вот и тогда мне это в голове застряло и я получаю урожай многое стал я самку делал на жигулевского вот на апорт вот это было а десяток выросли ну как получилось они выросли они давали дерево сумасшедшего урожая я познакомился с пепель шафраном ребят эта информация она полезная цена я ничего лишнего не говорю я приехал к этим самым в субботина к бойковой горе николаевны как тот момент когда не было не до нас у них урожай погибал сливы я рассказывал айди смотри я пошел смотреть мать честная я вижу десятки деревьев если не сотни голове не помню вот и там акс огромный урожай именно пепельно шафранного его не спутаешь веток столько поломанных было и я что запомнил урожай это большой а по этим меркам по международным они же не годились вот 57 грамм они не годились сейчас ни один марки я выращу 100 или кто-то из вас вырастет 100 тысяч деревьев и они морозостойкие урожайные и не бояться никаких не надо их ничего с ними делать они дадут урожай даже без всяких хитрости и тогда у вас супермаркеты не возьмут их на продажу и все поняли да а калечить вот чем интересна сибири средняя полоса чтобы укрупнить надо калечить уменьшить количество веток тогда соки якобы пойдут на оставшиеся ветки и укрупнят оставшиеся яблоки и допустим не добиться чтоб пепельно шафранный стал не 70 грамм а 150 ну все уже годится вот через три года она мертвая сейчас пришли новости ее я много вам рассказывал это тоже ценная информация про то как у нас были уничтожены как класс как вид яблони роскошные прекрасно лучшие сорта россии мира вспомнить это мелбой с канады вот вспомните по эти же самые ну и пепины вспомните опорты вспомните жигулевские все уничтожалось несколько лет их не стало я думал эпидемия остановилась где-то на границах россиянского края хакаси дальше не пошло сейчас все погибло у меня у соседей откуда пришла новость сказать из европы я боюсь конкретно говорить и опять возвращается к тому ничего лишнего говорю ребята не говорю лишнего я самое главное когда началась эпидемия я увидел первую сотню потом вторую третью по дороге едешь это подальше как в этом то знаменитая фразу вокруг мертвые стоят справа слева справа слева сотни 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 все мертвые яблони абрикосы не тронуло слива виши яблони стоят что было сделано к этому времени к эпидемии к эпидемии каждый чек знал строить яблони неправильно и все они были искалечены извечены все были до метра отрезаны штампы все было это и пропаганда уже была 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 как я воевал то надо я уже звоню главному редактору ну я их несколько знал не говорю каком ну поймите вы зачем эту статью разместили под названием отрежу все лишнее эпидемия идет а как я могу не это самое если он доктор наук как я могу отказать ему на каком основании вот высказался когда вы купите вот эти косточки вы можете получить плоды в два раза крупнее мельче уже не будет я я проверял 7 замор а то есть так есть как амур так что она прислала рука я посмотрю по телефону если я здесь открою ватсап выйдет десятки чужих этих телефонов а это не есть хорошо наше время этого нельзя делать учет она прислала сейчас посмотрим ну ну дальше это один из вариантов мошенничества ладно предупреждает ну мы уже другой раз если что то было на следующем вебинаре вот сегодня должен был позвонить человек где-то в это время важнейшая тема а я ему сказал очень вас прошу позвоните расскажите вот это надо не мне это надо всем и вот уже прошел час звонка нет я хотел сказать что у нас сегодня почетный гость сам бы позвонил я не вспомню его телефон жалко вот он сам то не смотрит вебинары у него по моему возможности вебинары у него нету позвонить то мог бы не молчи